15.35 в Москве. Дневной разворот продолжается. Алексей Соломин, Ирина Меркулова. И к нам присоединяется Никита Белых, губернатор Кировской области. Прошу прощения, исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вас поправить, а вы сами поправились. Видите, по привычке, да. Да-да-да. В прошлый раз вы отказывались говорить что-либо на эту тему, потому что еще не был подписан указ президента, сейчас он подписан во исполняющей обязанности. Это означает автоматически, что вы будете участвовать в выборах, правильно? Ну, автоматически это не означает, тем не менее, я действительно заявил... Ваша позиция просто была увязана с этим фактом. Да, я заявил и готов это подтвердить, что собираюсь участвовать в выборах руководителя субъекта федерации, выбора губернатора в сентябре этого года. Что на данный момент известно в порядке выборов? Вы, насколько я знаю, по законодательству Кировской области должны выдвигаться от какой-то партии. Вот в какую сторону вы сейчас работаете? Изменение законодательства или все-таки поиск платформы политической, от которой вы будете выбираться, выдвигаться? Вы знаете, что федеральное законодательство, оно предполагает как выдвижение от политических партий, так и институт самого выдвижения. Когда принимался региональный закон, тогда, собственно говоря, еще не было понятно, а какое количество партий будет зарегистрировано, а что за партии. Поэтому региональные законодатели, и я как губернатор, который подписывает закон, после чего он вступает в силу, пришли к мнению о том, что в региональном законодательстве будет достаточно нормы по выдвижению кандидатов в губернаторы от политических партий. Тем не менее, федеральное законодательство, оно более широкие возможности предоставляет, и на сегодняшний день еще есть время для того, чтобы как-то это законодательство региональное пересмотреть, актуализировать. По этому поводу у меня завтра состоится рабочее совещание с руководителем областной избирательной комиссии. Поскольку я уже сказал, что очень заинтересован в том, чтобы выборы в Кировской области были честными, прозрачными и максимально конкурентными, соответственно, я попрошу, чтобы избирательная комиссия подготовила свои предложения, касающиеся того, надо или не надо, а если надо, то, что менять в региональном избирательном законодательстве, какие, возможно, необходимы действия организационно-технического характера, знаете, там, КАИБы, там, значит, там, выездное голосование, масса вопросов технических, которые так или иначе связаны с выборами. Ну, вот, я думаю, что уже, как бы, по итогам вот этого совещания, по итогам этой встречи можно будет сформулировать, там, те, как бы, предложения, которые будут, если будут касаться регионального избирательного законодательства. Ну, а вы-то сами к чему склоняетесь? К тому, чтобы самовыдвиженцам идти или все-таки от кого-то? Я на сегодняшний день готов рассматривать разные предложения, то есть вы знаете, что я сам являюсь беспартийным, так, и в этом плане у меня, конечно, некая палитра более широкая, нежели у представителей той или иной политической партии, потому что они, ну, априори, в первую очередь, должны рассматривать вариант, связанный с выдвижением их от той политической партии, членами которой они являются. Я беспартийный, я работаю со всеми политическими партиями, как те, которые представлены в парламенте, так и теми, которые в парламенте не представлены, то есть поэтому я для себя рассматриваю как вариант, связанный с самовыдвижением, в случае, если будут внесены соответствующие изменения в региональное законодательство, так и выдвижение от политических партий. Я на сегодняшний день, там, действительно могу сказать, что мы находимся в рабочих контактах, там, практически со всеми политическими партиями, поэтому такой формат работы тоже не исключен. Может, только коммунисты вас, по-моему, не очень любят, а со всеми остальными, кажется, в нормальных отношениях? Тот же вопрос, не любят или не любят. То есть, вообще, процесс выборов губернаторов, да, или, наверное, любых выборов, это не вопрос личных симпатий или антипатий, да, то есть, с точки зрения тех людей, которые выдвигаются на те или иные должности, вопросы лично-эмоционального восприятия, они, мне кажется, точно не должны играть такую привилегированную роль. Вопрос в состоянии человек управлять теми процессами, на которые он избирается, там, в данном случае регионам, или не в состоянии, а уж там, какого цвета у него глаза, какого он роста, значит, носит он очки или нет, то есть, мне кажется, это уже детали. Ну, я в данном случае говорила о политической любви, а не о каких-то личных предпочтениях, а вы, собственно, на кого сыграете операцию, тем не менее? Политическая любовь, то есть, вот, может, вы мне расскажете, потому что я... Политическая любовь? Политическая любовь. У вас продолжительное отношение, например, с одним из депутатов, Сергеем Мамаевым, с которым, скажите, закончился судебный... Это политическая нелюбовь. Это политическая нелюбовь. Слушайте, там нет ни любви, ни нелюбви. Есть судебные процессы, которые связаны с высказыванием, на мой взгляд, там, некорректных и противоречивших закону, там, сентенции, да, которые, собственно говоря, судебные органы рассматривают на предмет соответствия их закону. Все, там у нас нет никакой любви или нелюбви. Ну, вы воспринимаете тоже, как начало политической предвыборной борьбы? Наверняка коммунисты в свете, там, этих событий будут против вас или нет? Или, может быть, я ошибаюсь, вы не ожидаете какого-то противостояния? Я в данном случае меньше всего думаю на тему, кто будет против и с чем он будет против. Для меня важно, с чем я пойду на эти выборы. И в данном случае моя, скажем там, прерогатива, как человека, который руководил в течение пяти лет регионом, с одной стороны, показать, что было сделано за эти годы, и рассказать о том, что я собираюсь делать в случае, если избиратели Кировской области меня поддержат. А уж там, каким образом свою программу или свои действия будут осуществлять оппоненты, меня действительно, как бы, в меньшей степени интересует. Но вы не будете совсем опираться на партии? Я буду взаимодействовать с политическими партиями, которые будут готовы к этому взаимодействию. Я всегда нахожусь в состоянии диалога, и я заинтересован в том, чтобы этот диалог был конструктивным. А как вы считаете, то есть я на сегодняшний день, как беспартийный губернатор, работаю с тем же региональным парламентом, в котором присутствует несколько политических партий. Мы, естественно, обсуждаем, договариваемся, спорим иногда, находим точки соприкосновения, иногда нет. Поэтому это нормальный политический процесс. Вот по поводу оппонентов, по поводу отношений с партиями. Ведь у ваших, допустим, у коммунистов появляется козырь в руках. Я, может, им подскажу, если они не знают. Они могут выйти в предвыборную кампанию с заявлением, что губернатор через суд пытается давить на оппозицию. Использует административный ресурс. С заявлением можно выйти в любой момент, независимо ни от чего. Вам что, мало прецедентов, когда представители той или иной политической партии на выборах заявляли о том, что на них давят? Не смешите меня, да? Я сам много раз выступал по поводу того, что давят политическую партию на тех или иных выборах. Поэтому тут в данном случае ваша ноу-хау, Алексей, ноу-хау не является. Никита Белых, исполняющий обязанности губернатора Кировской области. 985-970-4545 номер для ваших смс. Лиа спрашивает вас, Никита Юрьевич, скажите откровенно, вы выдвинетесь от Единой России, против которой выступали? Я там только что говорил о том, что на сегодняшний день рассматриваю различные варианты и самовыдвижение, и выдвижение от каких-либо политических партий. На сегодняшний день решение по этому поводу не принято. Позвольте уточнить тогда, я читал со ссылкой на источники, естественно, якобы вы где-то сказали, что не исключается возможность даже вступления в партию на какой-то период. Вот законодательно, объясните просто, юридически это необходимо, или все-таки партия может без партийного кандидата выдвинуть? Даже объяснять нечего, то есть это неправда, да, и у меня уже с авторами, что называется, этой информации состоялись там разговоры, это некоторые из ваших коллег, работающие на других радиостанциях, так, они по этому поводу должны как минимум у себя там в Фейсбуке там и в других социальных сетях об этом написать. То есть никогда фразы о том, что я собираюсь вступить в ту или иную политическую партию не было. То есть вы знаете, что тема моей беспартийности обсуждается все пять лет, когда я являюсь там губернатором, да, и, собственно говоря, я считаю, что как беспартийный губернатор я свою деятельность и буду продолжать. То есть вопрос выдвижения от той или иной политической партии, это не вопрос вступления в политическую партию. Это разные абсолютно вещи, то есть партия может выдвинуть, а уж тем более как бы поддержать и человека, который является беспартийным. Еще по поводу того, на кого вы будете опираться. Вот вы не собираетесь привлечь, ну не знаю, для медиа ресурс каких-нибудь известных людей. Вот мы прочитали ваше интервью «Известиям», и в частности они завели разговор об Алексея Навальном, с которым, подтвердить или нет, действительно, три года не общаетесь уже как. Мне кажется, вы это знаете не хуже меня, да. А вы не хотите, например, привлечь этот ресурс для предвыборной кампании? Поддержка Навального нужного? Он же был вашим помощником. Еще раз, особенности работы, или, точнее, особенности выдвижения человека, который на протяжении пяти лет возглавлял регион, заключается в том, что ты можешь привлекать кого угодно. Значит, Анжелину Джоли, как бы, да, значит, вместе с Брэдом Питом, да, или еще там кого-то. Вопрос заключается в том, что ты сделал в регионе, что ты собираешься делать, и на основании чего ты эти планы строишь. И в этом плане, поверьте мне, ничья помощь, ничья поддержка не нужна, да, если мы говорим про какие-то их селебритисты и прочее. Кто, что лучше меня может рассказать о том, что сделано в регионе, какие у региона есть проблемы, и какие задачи необходимо ставить и решать их на протяжении ближайших пяти лет. Кого мне там, каких там шоуменов, звезд, спортсменов или оперных певцов приглашать? То есть вы без них обойдетесь? Никаких таких людей не будет в Кировской области? Ну, естественно, в Кировскую область могут приезжать любые люди. Вы знаете, что мы очень гостеприимны, мы всегда открыты, и даже когда люди приезжают с какими-то своими целями, я всегда информирую о том, кто куда может сходить, какие достопримечательности посетить и так далее. Поэтому мы, как регион, всегда открыты для гостей. Если при этом гости будут высказывать в том числе и свои взгляды, и свои политические позиции в форматах, разрешенных законодательством, да, или там не запрещенных законодательством, welcome, что называется, милости просим. Никита Ильич, после прошлых федеральных выборов осталась инфраструктура, остались веб-камеры, которые работали на каких-то участках. Насколько я знаю, их там будут использовать сейчас при проведении ЕГЭ. Вот на выборах губернаторов Кировской области вы рассчитываете использовать веб-камеры? Алексей, вот именно, как мне кажется, слышите только то, что хотите слышать. Я сказал, что у меня завтра состоится встреча с руководителем областной избирательной комиссии, где мы будем обсуждать вопросы, в том числе организационно-технические, связанные с выборами, потому что там собственниками этих камер, да, на сегодняшний день являются там вполне конкретные там учреждения, да, нам, соответственно, надо понять, можем мы эти камеры использовать или нет. Что происходит, еще раз говорю, там с КАИБами, что происходит там с КЭГами, да, и там другими, значит, многоумными гаджетами, которые на сегодняшний день задействованы в избирательных процессах. Это вопрос действительно непраздный. Это вопрос сложный, там, начиная от того, насколько оборудованы участковые избирательные комиссии, как организована работа территориальной избирательной комиссии, какие вопросы есть, связанные с доступностью и много других вопросов, которые возникают перед каждыми выборами. Чем раньше они будут обсуждаться и решаться, тем лучше, потому что если вы будете решать вопрос той же доступности избирательных участков за неделю до выборов, вы его не решите, поверьте моему опыту, уже в качестве губернатора. Можно теперь по существу? Вот вы говорите, что все равно избиратель будет по делам судить. Простой такой вопрос, что у вас получилось за предыдущие пять лет, а что нет? Слушайте, я по этому поводу специально даю на этой неделе большую пресс-конференцию. Я достаточно часто пишу, в том числе и у себя в блогах. Потому что, когда, Ирина, вы говорите, достаточно простой вопрос. Если мы сейчас впустимся в перечисление того, что сделано и где совершенные ошибки, нам потребуется еще минимум четыре передачи. То есть, в принципе, не мало. Ваши главные достижения. Я бы выделил, наверное, три направления, по которым осуществлялись достаточно серьезные изменения. Вопросы, связанные с строительством, капитальными вложениями и инфраструктурой. Здесь есть и объекты физической культуры и спорта, объекты образования, объекты здравоохранения. Что-то построено и реализовано в рамках исключительно областных программ, что-то с участием федеральных денег. Но это достаточно большой перечень объектов того, что как было построено. Это касается дорожного ремонта и строительства. Впервые за многие годы мы стали не только ремонтировать, но и строить дороги, которые соединяют районы с областным центром. У нас, я напомню, еще совсем недавно три района не были автомобильными дорогами, соединены с областным центром. Это газификация. Это масса других вопросов, связанных с инфраструктурой и строительством тех или иных объектов. Второй блок, не менее важный, это вопросы, связанные с повышением активности гражданского общества. И здесь проекты, о которых мы и здесь неоднократно с вами говорили. И проекты поддержки местных инициатив, когда люди сами становятся участниками процессов изменения своих территорий. Это и проекты, связанные с самообложением. Это масса других проектов, в том числе происходящих в электронном голосовании, открытый бюджет, когда люди сами становятся участниками позитивных изменений на своей территории. И третий блок проектов, это те проекты, которые реализуются для того, чтобы решить конкретные задачи. Это служебное жилье для работников бюджетной сферы, губернаторские стипендии для того, чтобы наиболее талантливых выпускников школ оставить на территории региона, чтобы они учились, получали образование и повышали свою компетенцию в кировских вузах. Лекарственное страхование, продуктовые карты, масса проектов, про которые я достаточно много пишу и говорим, в том числе у вас, в рамках программы, которые направлены для решения локальных задач. Три блока. Пожалуйста, К-положение, повышение активности гражданского общества и набор отдельных проектов, которые имеют локальные цели, но важные для развития региона. Большое значение. А вот неудачи. Вы в блоге написали, что у вас они были и не все готовы их признавать, но вы стремитесь максимально критично оценивать собственную работу, но при этом вы не написали. Конкретно. Какая ваша главная неудача? Вот над чем вы будете работать? Работы над ошибками проводить? Очень многое зависит от формирования команды. То есть, собственно говоря, то, что и оппоненты, и сторонники говорят, и, наверное, правы, слишком много вопросов, получается, замкнутых непосредственно на меня, которые уже в реализации и, соответственно, с участием команды уже зачастую претерпевают некоторые негативные изменения. К сожалению, в любом случае при формировании команды ты всегда выбираешь некий оптимальный для тебя баланс между компетенцией и лояльностью. Понятно, что когда ты приходишь на территорию региона для тебя незнакомого, в котором ты жил, то есть различного рода шероховатости не могут не происходить. То есть, нигде не существует мобильной, универсальной, компетентной и лояльной команды, которая готова в любой территории, в любых условиях осуществлять абсолютно правильные действия. Точно так же, как на территории, всегда есть достаточно компетентные люди, высокие профессионалы, но со своим представлением о том, как должен развиваться регион, какие задачи стоят перед тем или иным направлением. Поэтому поиск этого баланса, это действительно то, что занимает, к сожалению, не один год, и в процессе которого возможны достаточно серьезные шероховатости, которые в том числе, впоследствии, становятся причинами тех или иных проблем. А, иными словами, ваша команда вас не устраивает, а вы по-прежнему в поиске? Команда постоянно формируется, и в ней происходят изменения. Более того, я в этом же блоге, на который ссылается Алексей, сказал, что да, и в случае избрания меня губернатором, это будет в том числе основанием для очередного пересмотра и переформатирования команды. Это, кстати, будет одной из тем, по которой мы будем разговаривать с политическими партиями, которые выскажут готовность поддержать, если я пойду в качестве самого движенца, или выдвинуть, если я пойду от политической партии, меня в качестве кандидата в губернатор. Интересно, а это у всех губернаторов такая проблема, или только в Кировской области с командой как-то не удается? Вы можете назвать регион, где была сформирована команда, а она осталась неизменной и показывала высокие результаты? Нет. Так я вам точно, можете руками разводить, то есть люди слушают, а они смотрят в отличие от меня, да, в основном. Поэтому, когда вы разводите руками, то есть я могу сказать, что Ирина развела руками, потому что таких нет. То есть проблема с кадрами по-прежнему, она суперактуальна? Кадры решают все, сказал Иосиф Сергеевич Сталин, значит, много десятилетий назад. С тех пор ничего не изменилось. С тех пор ничего не изменилось не только у нас, но и там во всем мире. Вот знаете, интервью Игорь Шувалов дал в журнал «Уни Таймс», там в частности пошла речь о зарплатах чиновников, и он сказал такую вещь, я не знаю, согласитесь вы с ней или нет, что действительно привлекаются на работу на государственные должности, государственные деятели привлекаются с большим профессиональным опытом, но часто люди с таким профессиональным опытом просто перекупают частные компании, потому что они платят больше. Вот вы чувствуете, что, например, Москва, где сейчас повысились зарплаты чиновникам, переманивает людей из Кировской области высокопрофессиональных, или компании, бизнес переманивает людей из управленческого аппарата своими высокими зарплатами? Это постоянный процесс, это действительно очень серьезная проблема, что мы все находимся на рынке труда, и приобретение в команду квалифицированного специалиста, или тем более руководителя, не может осуществляться без какого-то внимания на альтернативные предложения. То есть ситуация на сегодняшний день в государственном секторе выглядит так, что если заработные платы молодых специалистов, они еще конкурентно способны, то есть они примерно сопоставимы и в сферах государственного, муниципального управления, и в разных бюджетных сферах, и в бизнесе начинающих, то с ростом компетенции такой разрыв между доходами резко растет. И когда речь уже идет о руководителях органов исполнительной власти, то он достигает там нескольких раз, а в некоторых случаях нескольких десятков раз. И в этом плане для того, чтобы мотивировать человека работать на своей работе, выполнять важные государственные функции, в то время как он может работать за зарплату в разы превышающего, нужна очень весомая мотивация. То есть эта мотивация может носить не финансовый характер, и зачастую в системе государственного управления наносить не финансовый характер, это вопрос самореализации, это вопрос того, что люди, которые уже добились чего-то в этой жизни, и действительно не думают на тем, чем завтра накормить свою семью, действительно заинтересованы в том, чтобы самореализовываться и повышать свою компетенцию и дальше. Поэтому в данном случае это ситуация, которая постоянно требует мониторинга, мы постоянно смотрим, что происходит с уровнем заработных плат в разных сферах и в разных секторах, и уход, к сожалению, специалистов, в том числе высококлассных и руководителей, это, к сожалению, достаточно частое явление. А высокая зарплата – это гарантия того, что человек не будет брать взятки? Это не гарантия, или как в математике говорят, это скорее необходимые, хотя и недостаточные условия. То есть, понятно, что можно говорить о том, что при недостаточном уровне доходов, то есть такая вероятность, она возрастает достаточно серьезно. Российская газета вот недавно написала статью, выпустила статью. По данным Генпрокуратуры, Кировская область по итогам 11 месяцев прошлого года оказалась на втором месте в России по выявленным взяткам. Я очень рад этому, то есть мы с руководителями нашей прокуратуры и МВД обсуждали, то есть мы очень довольны этим показателем, потому что это, как вы понимаете, речь идет о таких преступлениях, в котором крайне высок уровень латентности. То есть я думаю, что вы, как люди здравомыслящие, прекрасно понимаете, что реальное количество взяток вообще в регионе и в стране, оно исчисляется десятками и сотнями тысяч. И поэтому, когда речь идет о том, что... По количеству или по... По количеству, конечно, по количеству. Потому что, когда, Алексей, вы преподносите коробку конфет врачу, который осматривал ваше тело, значит... Это же тоже взятка? Это тоже взятка, конечно. То есть это тоже взятка, то есть это там то, что называется бытовыми взятками, но, тем не менее, там является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас высокий показатель по зарегистрированным коррупционным преступлениям, это говорит не о высокой коррупционности региона, а о высококачественной работе правоохранительных органов. Точно так же, как когда речь идет о выявлении тех или иных заболеваний, в первую очередь это говорит о хорошей диагностической работе. То есть, когда говорится о том, что за 11 месяцев 2013 года в Кировской области зарегистрировано 181 дачи взятки, ну, вы, еще раз говорю, прекрасно понимаете, что если мы говорим о взятках вообще, то речь идет о кратной и порядке в других величинах в любом регионе. Я очень рад, что действительно у нас и позиция руководства наших правоохранительных органов, и позиция средств массовой информации, и до позиции общества, она очень серьезно за последний год-полтора изменилась. То есть, и тема, связанная с вот такими коррупционными преступлениями, то есть, очень активно обсуждается. Ну, я вот смотрю, кстати, в эту публикацию, тут, действительно, Кировская область за 11 месяцев прошлого года зафиксировано 181 преступление по статье дачи взятки, поэтому показатели Кировской области уступают только Москве, где число взяток составило 349. Вы верите, что в Москве 349 взяток было за 11 месяцев прошлого года? Он потрясающий. Чуть, что смеяться, то есть, да, вот поэтому я говорю, что... Люди не смеются, да, плакать надо. Плакать надо и радоваться, что есть там честные правоохранительные органы, которые активно работают на тему выявления взяток. Мы этому рады. Надо работать над тем, наверное, чтобы и взятки в принципе не давали, не только находили. Алексей, вот вы взятки, Алексей, скажите честно, вы взятки давали или нет? Вот даже вот в том виде коробок конфеток, вы мне говорили, что вы мне давали, а что вы говорили, мы, что давали. Он дает взятки только мне, Никита Юрьевич. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Никита Белых, губернатор, исполняющий обязанности губернатора Кировской области, в прямом эфире на Эхе Москвы. До встречи через неделю. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.